МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо. В студии Людмила Улихина о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. В 80-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны в Азове состоялся митинг памяти. В сентябре у избирателей 20-го округа появится новый депутат. Праздник детства. Социальная акция «Белая книга» прошла в Азовском центре помощи детям. 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Сегодня отмечается 80-е годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война. В Азове на площади Победы состоялся митинг в память о трагических событиях новейшей истории. 80 лет назад перед рассветом фашистская Германия начала наносить массированные авиаудары по стратегическим объектам многим городам и селам Советского Союза. Началась Великая Отечественная война, которая сегодня в общей памяти народа стала символом горя, несчислимых бедствий, человеческого мужества и Великой Победы. Таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь фашистской Германии и ее союзников по Советской земле, история еще не знала. Об этом сегодня вспоминали участники митинга на площади Победы, руководители города, ветераны, представители общественных организаций и азовской молодежи. В память о 27 миллионах наших соотечественников, павших на полях сражений, умерших от голода и ран, замученных в фашистском плену, была объявлена минута молчания. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу, где покоятся останки бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Азова от фашистов. Сегодня состоялось 26-е внеочередное заседание Азовской городской думы, на котором народные избранники рассмотрели два вопроса о назначении дополнительных выборов депутата по избирательному округу номер 20 и о применении к депутату Елене Байер меры ответственности в виде предупреждения. Дополнительные выборы в Азовскую городскую думу потребовались в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Станислава Дегтярева, который в местный представительный орган был избран, когда работал в компании «Росавтодор». Позже руководитель предприятия Владимир Окунев возглавил областное министерство транспорта, а у Станислава Дегтярева, видимо, изменились жизненные планы. Так или иначе, но уже достаточно длительное время, избиратели остаются без депутата. В соответствии с пунктом 7, статьи 10 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Дополнительные выборы депутата по 20-му избирательному округу назначены на 19 сентября. Что касается проекта решения о применении к депутату Елене Байер меры ответственности в визе предупреждения, то, как пояснила заведующая нормативно-правовым сектором Думы Ольга Шушвалова, документ подготовлен на основании обращения главы Донского региона Василия Голубева. Согласно обращению губернатора, установлено, что Байер представлены недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и несовершеннолетнего ребенка за 2019 год, искажения которых являются несущественными. По просьбе депутатов Ольга Шушвалова уточнила, в одном случае провинившаяся депутат занизила доход на 5 тысяч, в другом завысила доход по вкладу на 18 копеек, а также неправильно указала на значение земельного участка. Остается только аплодировать нашим внимательным и щепетильным контролирующим органам, от которых не укроется искажение даже 18 копеек, не говоря уже о какой-то иной сумме. В городской администрации состоялось еженедельное планированное совещание с руководителями жилищно-коммунальной сферы. Были рассмотрены следующие вопросы. Содержание автомобильных дорог общего пользования и благоустройства городских территорий, в том числе покоса травы, рост которой значительно увеличился после проливных дождей. Заместитель директора департамента ЖКХ Александр Федченко сообщил о капитальном ремонте по улице Кооперативно и Каганинскому шоссе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы выполняются согласно графику. Что же касается устранения недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации Петровского бульвара, к сожалению, подрядчик «Росавтодор» до сих пор к ним не приступил. В связи с этим будут предъявлены претензии согласно договорных обязательств. Кроме этого, сегодня на портале госзакупок завершается подача заявок на проведение открытого конкурса на капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Дружбы и Зои Космодемьянской, рассмотрение и оценка которых завершится в конце июня. Директор муниципального предприятия «Азов-Водоканал» Дмитрий Картамышев сообщил о дебиторской задолженности потребителей, общая сумма которой составляет свыше 73 миллионов рублей. Как и прежде, самыми крупными должниками остаются 4 организации. Среди них ЖКХ Кулешовского сельского поселения более 45 миллионов и унитарное муниципальное предприятие «Азовское» около 18 миллионов рублей. Также проводятся работы по отключению должников от системы водоснабжения и водоотведения среди физических лиц. Однако управляющие компании отказываются предоставлять доступ сотрудникам «Водоканала» в многоквартирные дома. Акция в Центре помощи детям стала масштабным событием, которое надолго запомнится не только 15 воспитанникам, но и гостям. После нее мы решили уйти на летние каникулы, потому что очень многие все в отпусках, в разъездах. И вот вернуться в сентябре, поэтому июньскую акцию мы решили сделать такую масштабную, интересную, чтобы много всего было для ребят из Центра помощи детям. Начался праздник с художественного мастер-класса, на котором ребята учились рисовать байкера. «Я рисовала мотоциклиста». «Ну и как, какой он тебе рассказал?» «Он у меня был нереальный, как в мультиках, но мне понравился». Затем с явным удовольствием было продегустировано доставленное из суши-бара маркет-сет угощение. Ключевой момент акции – это вручение детям книг, о которых они давно мечтали. Узнать, какие произведения станут самыми желанными, помогли работники данного центра. Чтобы напрямую не спрашивать у ребят, какие книги они хотят, они дали им написать сочинение «Моя любимая книга и какую книгу я бы хотел иметь». Ну и, собственно говоря, все эти наши сочинения передавали нам, и мы по нему уже покупали книги. Выполнить некоторые пожелания оказалось не так-то просто. Например, найти книгу «Место встречи» изменить нельзя. Фильм-то называется «Место встречи» изменить нельзя. Снят он по роману «Эра милосердия». А этот роман, вот его как издавали в советское время, переиздания его уже нет. То есть даже среди букинистики его найти не удалось. Организаторов выручило то, что в качестве пожелания подросток назвал еще одно произведение. Мы приобрели альтернативу, но я перерыл все. Я хотел действительно найти «Эру милосердия», но это нереально. Это просто было нереально. Радует, что читательские интересы воспитанников центра достаточно широки. Это фантастика, историческая, справочная и художественная литература. «Хоббит». Я ее поучил. Я фильм смотрел 12 раз и захотелось прочитать. Кто хотел «Хоббита»? Попробуйте. Эта акция мне очень помогла выбрать, вернее, приобрести ту самую книгу, которую я давно хотела. Я читала в интернете, что есть фильм «Виноваты звезды». Я знала, что есть такая книга, и хочу сказать, что книгу читать намного интереснее, чем смотреть фильм, потому что у тебя в голове складывается образ, тот самый, который ты себе сам представляешь, насколько тебе позволяет воображение. А фильм – это не то. И благодаря этой акции я получила ту самую книгу, которую хотела. Она называется «Джон Грин. Виноваты звезды». Не обошлось и без форс-мажорных ситуаций, когда накануне проведения акции в центр поступила четырехлетняя девочка. А книжки-то она не заказывала никакие, ну и мы как-то быстро скооперировались, я написал в группу, в нашу «Белую книгу». Я говорю, вот такой форс-мажор, девочка, давайте игрушку ей купим, потому что она читать-то еще не умеет, давайте покупать игрушку. И мы вот купили ей там несколько игрушек, сегодня будем дарить. Герман Токарев особенно отметил роль каждого члена команды «Белой книги». Мы единое целое, и мы как одна большая команда, и поэтому я сейчас хочу сказать большое спасибо им всем за то, что они участвуют, за то, что они помогают, за то, что они присоединяются ко всем этим акциям. Сейчас в группе «Белая книга» уже более 50 человек, 52, если быть точным. И я бы хотел бы обратиться, что если у кого-то есть желание присоединиться к этой акции, присоединяются, пусть мы будем только рады, если новые люди будут в нашей команде, мы сможем делать еще больше добрых дел. «Белая книга» имеет свою специфику. Например, участники не занимаются каким бы то ни было сбором денег. Единственное исключение, когда мы собирали средства для Миши Матвиенко, но тут была уникальная ситуация такая, что книги ему сейчас не нужны, то есть ему нужны были именно средства на лечение. Поэтому было принято решение такое, что, ребят, книга как символ, мы все равно ее купим, мы все равно подарим, узнаем, какую книжку Миша хотел бы почитать, но основной костяк передадим именно деньгами. Поэтому мы собрали 25 тысяч, передавали деньгами ему и купили книжку. Вот книжка до сих пор лежит, потому что деньги там мы перевели, сейчас Миша находится в такой ситуации, что ему нельзя контактировать ни с кем. Как только появится возможность, малышу подарят большой сборник русских народных сказок. Вообще все временные и материальные затраты при подготовке и проведении «Белой книги» всегда вознаграждаются улыбками и радостью детей. Любая акция, она вызывает волну положительных эмоций, потому что ты видишь реакцию детей, ты видишь их вот эти восторженные лица, когда они получают то, о чем они желают, когда они делают то, что им нравится. И ты просто чувствуешь, что ты на верном пути, что ты делаешь все правильно и хочется и дальше, и дальше, и дальше это делать и делать в больших размерах. В этом году Азовскому детскому дому, который сейчас переименован в Центр помощи детям, исполняется 100 лет. По словам воспитателя Василия Кирмана, акция «Белая книга» стала одним из достойных подарков к юбилею. Когда люди творческих профессий приезжают, проводят с детьми художественные различные мероприятия, где дети рисуют, организуют столы, общения. Дети очень, детей это располагает. Они чувствуют себя как дома, они хорошо развиваются. Это для них нужно. И для нас тоже, поскольку мы работаем с детьми, мы их воспитываем, корректируем. Ольга Усманова, которая участвует в акции в третий раз, подарила ребятам свое шоу мыльных пузырей. А вместе с ним восторг и радость. Мне, конечно, 16 лет, я уже взрослая девочка, можно сказать. Но вот это шоу мыльных пузырей, это очень классно. Вот прям впадаешь в детство, вот просто чувствуешь себя 10-летним ребенком и радуешься тому, что есть мыльные пузыри. Сегодня вообще очень эмоциональные дети, они на любую часть программы очень радостно реагировали. Это безумно горячие глаза, это громкие крики, крики восторга. Это неоценимо просто. Ну и на этом сюрпризы не закончились. В гости к ребятам приехали участники старейшего в Азове мото-клуба «Мотор Бразерс». Оказалось, что с этими брутальными и, на первый взгляд, суровыми людьми можно не только пообщаться, но и прокатиться. У нас, конечно, поразила радость детей, их задор в глазах. Когда мы заехали, было сразу видно, что для них это сюрприз. К нам приехали байкеры. Я никогда не видела, ну, вживую таких людей. Нет, конечно, я смотрела в фильмах-то, в передачах каких-то. Но живую я никогда их не видела. И я очень рада, что я оказалась в это время здесь, что я могу посмотреть на таких прекрасных людей. Нас катали, конечно, на мотоциклах. И хочу сказать, что скорость – это нереально круто, но это очень опасно. Вы знаете, радость в глазах детей, ихние улыбки, ихний смех для нас тоже очень важны. И мы с удовольствием будем приезжать еще сюда. И, надеюсь, не в последний раз мы здесь, и наши дети будут, возможно, нашими подопечными какие-то. Мы получили сегодня очень положительные эмоции от общения с детьми. Детки очень хорошие. Надеюсь, у них все будет в жизни хорошо. И в будущем они вырастут прекрасными людьми. Спасибо! 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 Об эмоциях, которые воспитанникам Центра помощи детям подарила «Белая книга», емко сказал Василий Марченко. Вообще кайф, не знаю, как это можно объяснить. Вообще, ну, понравилось. Незабываемый момент в моей жизни. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. 23 июня после выпуска Азов.Инфо состоится программа «Среда» с Алексеем Скляровым. Телефон прямого эфира 61554. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Температура воздуха днем плюс 32-34, ночью плюс 22-25. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха 38%. Уровень воды в реке Дон на 33 сантиметра выше нормы. Температура воды плюс 31 градус. Атмосферное давление 758 миллиметров тутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова